Январь 2013 года. Ну что, эй, человеки, где кризис-то? Сказал же Господь, только Ему известно, когда наступит. А пока красный дождь не пойдет из крови, естественно, пока птички все не рухнут, никого кризиса не будет. Будем жить, потихоньку умирать. А пока мы этого не сделали, давайте все-таки поговорим о том, что мы забываем делать. Мы забываем свою историю. Дело в том, что отечественная история, она меняется таким непонятным образом. Она и социалистическая, это неправильная была, и коммунистическая тоже. Я уж не говорю про все другое. Но есть определенные вещи, которые рассказывают вам про историю. Нейтрально. Вы же не знаете английский язык, вы же не используете википедию в оригинальном варианте. Я-то использую. Но частью истории может поделиться с вами магазин стендово-моделизма. Здесь, в Советской Армии 31А. Это середина ровно по Советской Армии между проспектом Ленина и Карлом Аркса. Так что вместе с вашими детьми, а лучше для них, откройте эту часть истории, за которую заплатите, ну, в действительности, копейки. Не сказано приятно делать мне эти познавательные сюжеты, которые смотрят интернет-братья. Магнитогорск в интернете торчит только на верстове или в иных гадостных местах. Но мы для народа. Поэтому истории о том, как рождалась техника в нашей программе. Этот год, год потрясений. Дело в том, что 40 лет назад под Магнитогорском разбился вот такой самолет ИУ-18. Дело в том, что я в детстве на нем летал. Мы летали на нем в Краснодар два раза. Самолет летел, что-то, по-моему, часа четыре. Вот. В первый раз нас аж три раза там кормили. Вот. Второй раз поменьше. Я всегда считал, что ИУ-18 это очень надежная техника. В принципе, так бы оно и было бы, если бы не сайт airdisaster.ru. Там в абсолютно спокойной форме рассказывается о том, что, к сожалению, таких самолетов у нас было разбито очень-очень много. Часто они терялись просто по неопытности экипажа. Но были и другие обстоятельства. То есть, прежде чем заняться историей, необходимо все-таки в интернете покопаться. Сейчас есть такая возможность. Так что я думаю, что если бы мне сейчас предложили на нем полетать, я бы десять раз подумал. Хотя, в принципе, машинка-то неплохая. Другой вопрос, как мы относимся к нашей истории. 21-го числа не смог тормозить в Новосибирске, в Толмачево Ту-204. И вот опять же, перед Новым годом очередное приключение на нашу такую сложную задницу. Из которой выкарабкаться проще, если с уважением подходить ко всему тому, что было сделано, да и делается руками человеческими. Но у нас с этим сложно. И даже танчики в этом не помогут. У нас вообще с историей все очень сложно. На левом берегу стоит два танка. Это не ИС-3. Это Т-10. Но мало того, как бы, мы, в принципе, воспитывались в нормальных условиях. То есть я помню, кто сделал танк Т-34. Конструктор Кошкин. А вот что было потом, это совсем все сложно. Дело в том, что это был, наверное, первый класс, когда я смотрел кино и показывали, как... Вот, простите, простите, простите. Да, вот такой танк подвергался обстрелу из 76-мм пушки. Но не такой танк подвергался обстрелу в 1939 году. Вот он. Первый танк Т-34. 1939 года. Вышел с башни пирожок. И пушка такая тоже, своеобразная она такая. Вот. С такой же башней он выпускался и в 1941 году. Только пушку поменяли. Вот. А башня под названием Гайка вышла в 1943 году. Поэтому, если вы что-то смотрите, вот эту. Все. И там вам показывают Курскую дугу. И на Курской дуге там рассекают Т-34-85 с большой башней под 85-мм пушку. То это вообще все неправильно. Дело в том, что эта модификация танка начала выпускаться только в 1944 году. А вот как там вам проезжают по ушам в игре танчики. Это вообще тема такая. Отдельная песня. Механика Давыдова. Ну да ладно, вы же любите играть. А вы хотели бы посмотреть на немецкий Т-34 с той же башней. Вот. Чем он отличался? Тем, что на немецкую трофейную версию ставили дополнительную башенку. Но дело в том, что здесь в магазине стендового моделизма просто пообщавшись можно много чего увидеть. Хотели бы вы увидеть, как выглядит Пантера с советскими познавательными знаками. Тоже есть. Историю переписывал каждый, но реальная история в стендовом моделизме и интернете. Модели, как они есть. А то, что происходило, можно нарыть путем переводчика. И получить в меру корявый, но понятный текст событий. Как с одной, так и с другой стороны. Есть у меня одна такая любовь к самолету Харриер. Дело в том, что их несколько модификаций. Любовь началась не с того момента, когда я посмотрел фильм «Правдивая ложь». Ну, где Арнольд Шварценеггер, круто, приехали. Устроил на Харриере окончательный привет всем террористам. Нет, дело в том, что Харриеры продавались в Советском Союзе. И тогда было дело такое. Купить его и собрать. Пластик был кошмар какой, но что-то получалось. Харриер в жизни я увидел в Индии в 2009 году. Мы туда приехали. Я поехал на выставку. Это был музей военно-воздушных сил Индии. И там я увидел еще и модель авианосца. Так вот, пока у нас люди пытались там на самолетах с вертикальной взлетной посадкой взлетать, у индусов уже были авианосцы, так что история эта немножко другая. Посмотрел внимательно и порадовался. И рядом с Харриером сфотографировался. Авианосец был примерно такой же. Ну, допустим, как Хемеджестис Шипы и Ластриас. Также с трамплинчиком взлетали Харриеры. А садились они уже не спеша, потихонечку. Что касается этого я носится. Он был построен в 1978 году. И очень даже успел к тому конфликту с Фолкленско-Малвинскими островами, которому в этом году исполнилось 30 лет. Так что видите, вместе с магазином стендового моделизма вы много чего интересного накопали. А так оно и есть. Открыли коробочку, почитали. Здесь же совместно мозги включили и поумнели. Хотя, честно, не каждый это таков. Но если хотите поднатореть, воспитать и вырастить и себя, и детей, то только сюда. Вот так получается. Я человек далеко не глупый, но я не самый умный. Есть люди поумнее. И когда я сюда прихожу, мы постоянно что-то ковыряем, что-то находим, общаемся. Это очень хорошая информация. Дело в том, что если бы хотя бы 20% населения Магнитогорска, да и вообще России, было бы похожими на меня, я думаю, никто бы никуда драбить бы не собирался. Но не в том суть дела. Все дело в другом. Все-таки тех, кому сейчас от семьи, научить любить то время, которым мы гордились. Быть может, благодаря нашему партии правительства, такое же будущее будет и у России. Хотелось бы в это верить, а не сомневаться. А то тут всякие там министры и губернаторы, которых я лично не уважаю.